На внеочередной сессии Государственного Совета Чувашии депутаты рассмотрели вопросы, связанные с мерами поддержки жителей региона и представителей бизнес-сообщества. Как сообщает пресс-служба в Рио главы республики, цитата, «Общая сумма расходов с учетом выпадающих доходов при принятии этих мер для бюджета составит около 8 миллиардов рублей». Конец цитаты. Деньги для Чувашии очень серьезные. На сегодняшней сессии депутатам важно было найти ответ на вопрос, как будет жить Чувашия после завершения пандемии коронавируса. Возможно, громко сказано, но сегодня от решений законодателей во многом зависело будущее Чувашии. Казалось бы, важность момента понимают все, но начало заседания пришлось отложить, так как внимание к себе потребовали фракции КПРФ и ЛДПР. Тему продолжит Анжелика Григорьева. Коммунистам не понравилось, что не налажена интернет-трансляция заседания. Через 20 минут перерыва уже представители партии ЛДПР выразили недовольство по поводу обнаруженных салфеток, которые якобы не были убраны с прошлого заседания. И снова всем депутатам пришлось прекратить работу еще на 20 минут, пока велась дезинфекция и уборка зала. Наконец начались вопросы о принимаемых мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории республики. Для поддержки медицинских работников выделены средства из федерального и республиканского бюджетов, а это более 136 миллионов рублей. На численный год, только за парк месяц, в 26 месяц на работе Борискоро, медицинский пункт актует 202 тысячи целых шестьдесят тысяч рублей. Части врача на сумму 108 тысяч рублей, и 20 человек, это средний медицинский персонал, на сумму 154,60 тысяч рублей. Дополнительно, соответственно, в основном, проекта Российской Федерации будет еще 78,80 миллионов рублей в медицинской дневной работе, в непосредственном участке, в оказании медицинской помощи граждан, у которых выявлены новая коронавирусная инфекция. Выплаты будут производиться в мае за день 2020 года. Справочность размера выплат. Скорость скорой медицинской помощи составит 50 тысяч рублей. Средний персонал младшим, персонал не болит, 25 тысяч рублей. Сколько тестов на коронавирус делается ежедневно в Чувашской Республике? И кому? Соответственно, достаточно ли этих тестов? В лаборатории в нашем обвенном медицинском здравоохранении с нарастающим симптомом выполнено 8 тысяч 580 семей. Из них доступны 834 семени. Практически в три раза увеличилось количество исследований. И, соответственно, результат увеличения количественных исследований мы видим активное выявление непосредственно и контакта, и больных зараженных коронавирусом. Что касается второго вопроса по работе, глубокая риска. Значит, лабораторные исследования проводят в первую очередь медицинские работники, работающие непосредственно на ЧГА, непосредственно имеющие риск контакта и уходу, то есть на заражение коронавирусной инфекции, соответственно, основание гуанса, они обследуются раз в 10 дней, проходят обследование. Пройти обследование также могут лица, которые имеют все признаки вирусной инфекции. Для тех, кто решил для собственного спокойствия сдать анализ на COVID-19, могут это сделать в Республиканской клинической больнице и кожно-венерологическом диспансере за 1267 рублей. Одобрили парламентарии и меры поддержки семей с детьми. Сегодня мы принимаем закон об индексации республиканского семейного капитала. Эта сумма ранее, до сегодняшнего дня, она была в 100 тысяч рублей. И из республиканского бюджета выплачивалась сумма при рождении в семье третьего ребенка или при усыновлении в семью третьего ребенка. После внесения уточнения в действующий закон размер республиканского семейного капитала будет 150 тысяч рублей. И еще одно новшество будут. Одномоментно, один раз родители могут взять на текущие свои расходы 20 тысяч рублей. Законопроект вступит в действие после его подписания в Рио главы республики. Анжелика Григорьева, Валерий Резюков, Республика.